Документальный кино В общем, это главный национальный форум кинодокументалистов страны. Вот именно с этими людьми мы сегодня беседуем. 361 заявка, чтобы вы понимали, друзья, поступила. 49 населенных пунктов России и 14 городов ближнего зарубежья участвуют, а к фестивалю допустили 39 работ, что составляет совершенно рекордное число. Об этом мы сегодня спросим наших гостей Анастасию Зверькову, кинодокументалистку. Из Иркутска. Из Иркутска Андрея Титова, известного кинодокументалиста, члена отборочной комиссии. Армена Гаспаряна, вы не поверите, тоже кинодокументалиста. И Сергея Цихановича. Кинодокументалиста, как вы сразу же догадались. Добрый вечер. Добрый. Видите фильмов рекордное число для кого? Для фестиваля, для отборочной комиссии, для зрителей, которые, возможно, в ажидации сейчас пребывают, что они видят? 11 лет на фестивале не было такого широкого и географического, возможно, и тематического представительства. Обычно около 30 фильмов этот год поступило настолько много работ, которые мы сочли яркими, что решили расширить возможности фестивальных залов и отобрать 39 фильмов максимально широкой географии. А что это за ажитация такая внезапная? Почему-то вдруг так много людей захотели поделиться своим документальным искусством с человечеством? Так вот, сколько есть человечество, столько есть желания самовыразиться. Поэтому, не знаю, может, у коллег есть более точечный ответ. Хотелось бы послушать. Мне кажется, объяснение достаточно простое. Просто меняются технологии. То, что раньше делалась кинокамера и снимала всё на плёнку, это была индустрия всё-таки какая-то. Сейчас человек может снять фильм на видеокамеру, на фотоаппарат и, в конце концов, на телефон. И если ему есть что сказать, он гораздо легче находит средства для этого. Среди участников есть такие, которые сами себе студия. Вот, допустим, Армен, насколько я понимаю, как раз в такой ситуации, которая не представляет, за его спиной нет Мосфильма, а вот он режиссёр, оператор. Нет, я не оператор, я режиссёр и продюсер. А что со студией? Почему? Принципиальная позиция? Нет, я не принципиальная позиция, потому что тематика такая, что мне лучше с государственными структурами не связываться. А какая? Ну, она такая более правдивая, скажем так. Чем что? Чем то, что мы обычно видим? Да, потому что есть какая-то тенденция возврат к брежневскому телевидению в разных местах. Например, когда я смотрю первый канал новости армянского телевидения общественного, такое впечатление, что немцы работают гастарбейтерами. Там такой рай, что это, неужели я живу здесь? Поэтому документальное кино немного тематика другая, если она честная. Да, да, да. Вот, кстати, про тематику документального кино. У меня люди, с которыми я беседовала до эфира, все говорили о том, что обязательно спроси у кинодокументалистов, почему документальное кино всегда такое сложное, всегда такое нелицеприятное и черно-белое. Ну, вот как бы не в смысле того, как оно снято, какими способами, а ощущения от него остаются. Оно по мне так разное, оно самого широкого спектра. Есть и психологические драмы, и документальные комедии. Вот у Анастасии такой славный, да, афро-россиянин водитель трамвая, что он так заразительно смеется. Анастасия, расскажи. Да, у нас вообще изначально была такая задумка снять фильм про то, как человек скучает по родной Африке, живя в Сибири, в сугробах и рассказывая с экрана телевизора про погоду в Иркутске. То есть он работает на выгоновожатом, в трамвайном дупо и совмещает это с показом. Нет, у нас просто такой же был случай. То есть, видимо, тенденция такая есть. И была задумка снять такую ностальгическую историю. Но когда мы уже весь материал сняли, мы понимаем, что материал-то совсем другой. То есть весь вот этот вот фильм залит смехом вот этого человека. Он не скучает. Он абсолютно, во-первых, не скучает. Во-вторых, он не сожалеет о том, что он переехал и испытал массу трудностей. И вот этот вот смех его на фоне таких понурых лиц пассажиров трамвая, вот он, конечно, очень контрастно смотрится. И я хочу сказать, что для меня так вообще фестиваль «Россия» очень отличается позитивными картинами. После них хочется снимать, хочется жить в России. Вот, так что... Ну, то есть жанр такой, как документальная комедия существует? Да, как минимум четыре картины. В программе есть, есть действительно такое повествование, после которого хочется осмыслять жизнь, что-то соразмерить в себе. Есть психологические драмы, есть социальные высказывания. По-моему, вот на все вкусы отборочная постаралась. Сами себя не хвалят, да кто ж еще не хвалит. Давайте мы посмотрим, друзья, сюжет нашего корреспондента Ильи Ненко со дня открытия фестиваля и продолжим разговор. За ним, в общем, ну, как бы в некую атмосферу попробуем проникнуть. Если безостановочно смотреть все фильмы, которые попали в программу фестиваля «Россия», зрителям понадобится не меньше 27 часов. Организаторы благоразумно не стали устраивать просмотры в режиме нон-стоп и предоставили уральской публике пять дней, в течение которых можно бесплатно посмотреть 39 документальных лент. До официального открытия члены жюри провели несколько бессонных ночей. Им предстояло оценить 361 картину и выбрать только те, которые вызовут у зрителей настоящий катарсис. Когда душу будет, это всегда приятно. Это новое состояние для многих, для молодежи это новое состояние, они еще не очень к нему готовы. Ну что, а вот и мы, а вот и наше кино. Каждый фестиваль не похож друг на друга. Жизнь вносит свои коррективы, например, политическая обстановка и вопросы финансирования отдельных работ. Режиссеры зачастую обращаются за спонсорской поддержкой на телеканалы. Те выставляют свои требования, в частности, по хронометражу работы, из-за чего кинопроизводителям порой приходится наступать на горло своему творчеству. Российский документальный кинематограф, как и немецкий, уже достаточно давно, то есть лет 20, привязан к телевидению и тем же законам телевидения, что, конечно, губит кино, губит авторство. С самых первых показов, и это конец 80-х годов, у фестиваля появились свои постоянные зрители. С каждым разом жюри старается их чем-то удивить, а не просто показать новую программу. Конкурс конкурсом, но ответственность перед уральскими поклонниками документалистики никто не отменял. Сейчас очень много, я вас уверяю, среди молодежи режиссеров, которые убеждены, что документальное кино – это плохое игровое. Вот надо взять четырех людей на улице, научить их размахивать руками и с плохой речью поставить перед камерой. Они что-то такое изобразят. А люди почему-то считают, что документальное кино. Почему, я не понимаю. Еще одна особенность фестиваля этого года – его программа стала более светлой, чем раньше. Режиссеры стараются не касаться чернушных моментов, а в фильмах на обычные темы стал появляться юмор. Организаторы не торопятся говорить, что в России возрождается жанр комедийной документалистики. Но и не исключают, что документальное кино в скором времени изменится. Итак, мы сюжет посмотрели, поняли, что свет в конце тоннеля нас какой-то уже ждет. Очевидно, с закрытием фестиваля мы это все почувствуем. Мы пока смотрели сюжет, с коллегами обсуждали, с коллегами я так прислонилась к великим, что в принципе жанры документалистики слишком широкие. То есть то, о чем упомянул Андрей, вдруг мы внезапно узнали, что есть и комедии, и психологические. Коллеги тут же мне напомнили о том, что и порно в некотором смысле тоже жанр документального кино. В общем, кто во что гораст. Правда ли, что у каждого документалиста свой почерк? Понятно, что все картины действительно могут быть разножанровые, но поскольку они документальны, то очень сложно, наверное, сильно отличаться друг от друга. То есть в художественном кино, конечно, мы знаем, на что способен один режиссер, там Михалков, например, или какие-то менее маститые люди. А в документалистике как можно найти свое лицо, когда ты совершенно точно знаешь, что твой фильм посмотрят и больше ни с кем не спутают никогда? Ну, если этот вопрос обращен ко мне, то у меня особый случай. В моем фильме почти нет людей. То есть у меня та картина, которая... А в тех фильмах нет людей? В последних фильмах моих. Я не совсем чистый документалист, я занимаюсь на очень популярном кино. Но вот та картина, которую мы представляем на этом фестивале, она о жизни птиц. Но те драмы, те события, которые происходят в фильме, мне кажется, имеют отношение и к людям. Потому что это те же самые вопросы любви, выживания, восстания. Детей, да. То есть мне кажется, что, я надеюсь, что, посмотрев нашу картину, люди узнают что-то и о себе тоже. Теперь понятно, почему людей нет. Я для себя ее назвал «Легко ли быть гагаленком?» Это такая удивительная птица. Действительно, я передумал быть гагаленком после просмотра этого фильма. Удивительное... То точечное наблюдение, очень долгое, очень внимательное, пристальное. Фильм называется «Озеро в море». Зрители еще могут успеть посмотреть его в кинотеатрах «Дома кино», в залах «Дома кино». Мы постоянно обращены взорами к тебе, к твоему мнению. Кто вошел в состав жюри? По каким критериям жюри оценивает потенциальных победителей, потенциальных интересных документалистов? И вообще, может быть, открывает для себя что-то новое? И вообще, часто бывает, что когда жюри очень все нравится, а зрители вообще мимо проходят? Чаще всего наоборот, когда зрителю все нравится, а жюри более пристально и профессионально судит, особенно в фестивале «Россия», что в жюри присутствуют не только и не столько документалисты, а просто профессионалы из смежных. Кто это? Алексей Петренко, допустим, народный артист РСФСР, чьи регалии перечислять, да к всю программу займем. Клим Лаврентьев, заместитель Никиты Михалкова по союзу кинематографистов. Ирак Ликвирикадзе, знаменитый грузинский режиссер. Да, даже наш кузнец Александр Лысяков, тот тоже человек творческой профессии со своим мнением. То есть мы гарантируем беспристрастность. Вот про мир документалистов все равно крайне узок рук этих людей. Не скажу, что далеки от народа, все-таки к народу мы близки. Но когда из собственной каши выбираешь людей, уже какие-то предпочтения в нашем документальном киносообществе сформированы. А тут абсолютно сторонние люди, которые беспристрастным взглядом могут все оценить. Мы уже поговорили про легко ли быть гагаленком. И, в общем, понятно, что это такой позитивный, видимо, документальная зарисовка. Поговорили о позитивном афроамериканце. У вас тоже позитивный взгляд на эту жизнь в большей степени? Или это такое, как-то сказать, твердое документальное кино, чернуха и все дела? Я не согласен с тем, что если, допустим, кино проблемно, оно обязательно должно быть чернухой. Нет, это, например, у меня фильм не позитивный, конкретный фильм, потому что там рассказывается о большей социальных проблемах, и позитивными считать нельзя. Но и чернухи там нет. Это не совсем так правильно сформулировано. А как правильно сказать? Я просто хотел бы дополнить, может быть, глядя на проблемы наших героев, в которых мы встречаем фильм, иногда ловишься на мысли, что твои проблемы на фоне их, это все пустяки, и ты понимаешь, что есть выходы из любых ситуаций, и хотя бы этим фильмы заряжают. А, для этого надо снимать фильмы, для того, чтобы мы сразу сравнивали. И присутствует главная надежда. Она в глазах девочки, которая вот между высоким искусством тянется к скрипке, и вот видно, что натура творческая растет, и необходимостью собирать дрова и топить печь элементарно. Маленькая девочка – та часть жизни, о которой редко можно увидеть на телевидении. Все-таки телевидение, все, я согласен с Арменом, больше в официоз, в какой-то ритуал уходит, дистанцируясь от настоящей жизни и ее проблематики. Что касается федеральных каналов новостей, провинция практически не появляется. Я бы вот, наверное, даже с тобой поспорила, потому что ты являешься человеком, именно представителем телевизионного, телевизионной документалистики. Не такой вот, который мы сейчас обсуждаем, а человек, который работал на телевидении и ушел не в кино, а начинал в теле документалистики. То есть, понимаешь, грань-то в общем... Да, я до сих пор скучаю по телеящику и все мечтаю тиснуть свою славную рожицу куда-нибудь. Но вместе с тем хочется тискать ради чего-то. Вот у меня есть побуждение рассказывать о провинции. А провинция как тема чаще всего уходит с федеральной повестки дня. То есть, вспоминают о провинции чаще всего, если туда важный чин приехал или мост рухнул. Перед выборами. А вот что постоянно там живут люди со своей мечтой, надеждами, чаяниями, болью, интересами, это как-то не столь рейтингово, как то, что Тимати оскорбил Киркорова. Или наоборот. А вот, кстати говоря, я вас слушаю, в общем, жанры разные, но в основном это какой-то... Речь идет о каком-то человеке, главном герое. Портретные, то есть, съемки в основном, да? Разные, разные. То есть, мне кажется, спектр впечатлений очень разнообразный. То есть, не обязательно. Жанры отдельный телевизионный портрет или документальный портрет, но как бы не означает, что... Ну, судя по тому, что вот Вы сейчас рассказываете, такое ощущение, что большой... Вот есть фильм, где нет людей, да, есть фильм, где конкретно есть герой, да, но стилистика фильма, портрет, это немного другая. Нет, это только часть программы. А вот принцип выбора героя, я тоже хотел поинтересоваться, и у Армена, и у Анастасии. Почему именно за этого, за эти глаза зацепились? Как у Вас? Нет, у меня немного другая была ситуация. У меня фильм снят в городе, где было землетрясение, в армии Ленина Каня, в Гёмре сейчас называется, и там последствия еще не ликвидированы, и фактически это еще считается зоной бедствия, хотя прошло 26 лет. И выбор именно... Павел, у меня у нас был выбор, потому что там действуют какие-то организации, которые ведут учет из социально необеспеченных детей, из необеспеченных семей. И мы просто выбор остановили именно на этой девочке, потому что, во-первых, она имела отношение к искусству, а город славился так, что считается культурной столицей. Кстати, город Гёмре был культурной столицей СНГ в 2013 году. Это было общепринятое решение. И мне надо было сопоставить этот контраст и вот эта тяга к искусству и та реальная жизнь, с которой она живет. Фактически она никогда не жила, она не знает, что такое дома, она дома не жила. Его псирика формируется в том, что она каждый день видит эти развалины, грязные улицы. И именно с его принадлежностью искусства мне было интересно выбирать персонажа. Там были другие варианты, но именно то, что она занимается скрипкой и живет в таких условиях, для меня оказалось, что будет интересным персонажем. на развалинах какой-то, да? Да, вот именно к этому я стремился. И самое главное, что работа так пошла, она не жалуется. Она говорит, вот это моя жизнь, я этим живу, это моя каждодневная жизнь. Кому-то это, официозу это не интересно. Но она живет своей жизнью, она не жалуется. Она не говорит, вот приходите мне, помогите. Мне досталась такая судьба, я живу этой жизнью. Судьба. То есть, я так понимаю, что документалистика, она гораздо сильнее бьет по душам, по эмоциям, потому что это реальные люди, это невыдуманные истории. Это не актеры и не получают зарплату за свои страдания, что даже на экране. Ожидания, да, большие. Я думаю, что у людей, которые приходят смотреть, не только те, которые снимают и ждут реакции, но и те, которые приходят смотреть документальное кино. Вот чего ждут люди от фестиваля России, мы спросили у программного директора этого фестиваля, Инны Демешко. Давайте послушаем. Сейчас, к сожалению, ну, к моему личному, во всяком случае, бытует мысль, что кино – это жизнь онлайн. Это неправда, потому что кино – это кино, а жизнь, какая бы она ни была, это жизнь. И люди ходят в кино как раз для того, чтобы получить какие-то образцы, ну, может быть, кто-то образцы высокого служения, да, чему-то в жизни, кто-то ориентира. Вот хочется ориентира людям. Люди сегодня разобщены и, в общем, не очень устроены. Им хочется ориентира, а идеологии им сегодня никакой не предлагают. Вот они приходят в кино, и они смотрят кино, которое задевает душу. Просто кто-то это воспримет, а кто-то еще нет, потому что он уже точно знает, что кино – это что, а кино – это как. Кино – это вот, это не прямая линия, это вот этот график. Друзья, мы разговариваем с нашими экспертами, кинодокументалистами, которые приехали на фестиваль Россия, фестиваль документального кино. О документальном кино, разумеется, и узнаем разнообразные тонкости, которые с ним связаны. Например, нам было, поскольку мы телевизионщики, нам небезынтересно узнать, каким образом в вашей работе сейчас помогают гаджеты. То есть мы уже упомянули о том, что можно, в принципе, даже камеру не использовать, уже снять документальное кино. То есть я так понимаю, что любой человек, который имеет определенный телефон, например, с камерой, с относительно нормального разрешения, может пойти и снять документальное кино. Это так? И потом отдать эту работу на конкурс, чтобы её все посмотрели. Наверное, всё-таки первый вопрос – это не средство, а замысел. Потому что можно иметь очень хорошую аппаратуру. Вот есть примеры любительских фильмов, которые ты смотришь, ты понимаешь, что там дрожит камера, там какие-то шумы непонятные на заднем плане, но это живое. Человек снимал про то, что он очень хорошо понимает и знает. И это кино очень оголённое в отношении содержания, то есть очень искренне. И такое кино зачастую бывает гораздо интереснее холодного, профессионального. Поэтому, наверное, вопрос даже не в гаджетах. Это кино снимает холодно. Нет, нет, ну, я имею в виду некоторых таких случаев, вот холодного, профессионального. Конечно, да. Всё красиво, но... То есть когда задувает интершумом там и ветром, когда главный герой что-нибудь говорит, это всё так правильно. Нет, нет, ну, главное, чтобы была душа, и это чувствовалось, мне кажется, так. Всё-таки вот участники фестиваля, они же немного ещё и соревнуются умение рассказывать истории, потому что вот материал снят, и материал, может быть, достаточно интересен, но вот рассказать историю, так сказать, выстроить сюжетную линию, так сказать, найти подходящую, даже не подходящую музыку, а музыку, которая поднимет твоё изображение, это тоже профессиональная задача. Это не всё, не главное даже. То есть ты знаешь историю, но если ты не в состоянии её действительно... Ну, это как искусство рассказывать анекдоты. Один человек рассказывает, и все от хохота падают, а второй там, в общем, понятно, как горят. Поэтому техника помогает, но не спасает. В любом случае, ещё много-много этапов на пути создания фильма. А вам приходится сталкиваться с, ну, как бы это сказать, не новоделами даже, а вот с творчеством совсем молодых людей, у которых есть вот эти самые гаджеты, и которые снимают, хотят как-то себя самовыразить, но чего-то всегда не хватает. Либо умения, либо опыта, либо взгляда на эту жизнь. У меня такого опыта нет. Я думаю, Андрей, так сказать, готов ответить. Я смотрела 361 фильмы. Какого-то опыта нет. Иногда всё-таки такой взгляд, когда ты видишь пять фильмов о том, что ребёнок дорвался до камеры и счастлив, снимает вот всё вокруг, МРТВ, ой, тут олень пробежал, тут лампочка зажглась, и для меня всё важно, 97 минут хронометража. Ого! Вот когда ты посмотришь несколько таких фильмов, на таком счастье и выдохе смотришь уже профессиональную работу. Вот, друзья, вы знаете, пожалуйста, чем отличаются? Во-первых, хронометражом, это абсолютно точно. Во-вторых, никогда не раздражайте отборочную комиссию. Вам же хуже будет. Молодых-то много. Мы не такие 14. Это один из самых больших количествов дебютов и на нашем фестивале, да, я думаю, и по общероссийским параметрам тоже. Поэтому отмечаем стремление нового слова. Оно наличествует. Ещё вот один вопрос был, кстати говоря, с Дмитрием Иосифовым, актёром, который исполнял роль Буратино, вы прекрасно помните, да, он из игрового кино перешёл в документальное, снял фильм про дочь Павла Балажова «Ариадну Гайдар». Часто такое происходит? Вот ты перешёл из тележурналистики в кинодокументалистику, а люди переходят из игрового в документалистику. У нас есть целая программа документалистов в игровом и в документальном. Почему? Как так получается? Я часто слышал наоборот. Да, да, именно. Когда из документального кино переходят в игровое, есть в истории кино есть один известный пример. Это пример очень известного польского режиссёра Шиштофа Кисловского, который он был документалистом. Но у него была очень своеобразная причина. Он говорит, что он говорил о безнравственности некой документального кино, потому что он говорит, мы тогда снимали на плёнку, мы снимали на вокзале, проводим отсмотр материала. Полиция пришла в лабораторию и потребовала материал. Оказывается, когда мы снимали, там на заднем плане в кадр попала вокзальная проститутка, которая была замешана в убийстве. И говорит, забрали этот материал, и я по неволе стал полицейским осведомителем. Говорит, это стало мне... Здравствуйте. Это мне стало причиной, что я имею отношения с живыми людьми, и там это самое. И другой пример Герца Франко, у меня был мастер-класс, был он потрясающий, это объяснил, что у него. Если помните, был в советское время такой фильм «Высший суд». Да, да. Это документальный фильм про человека, который приговорен к смертной казни. И когда он говорит, когда человека ведут на расстрел, и я сидел в лаборатории и думал, какую музыку там поставить, я потом сам себе подумал, там, живого человека расстреливают, а я тут в теплой монтажной занимаюсь искусством, эстетствую. И он оставил этот реальный шум. Это не было поводом, что он перешел в игровое кино. Но это тоже один из примеров, что документальный материал, он очень деликатный, осторожный. Многие, насколько я знаю, переходят в игровое, потому что есть этот фактор нравственности. А игровые переходят в документальный как раз за безнравственность. Игровое. дело в том, что съемка документального фильма, это всегда еще испытание и для съемочной группы, потому что ты всегда влезаешь в чужую жизнь, и, во-первых, у тебя должны быть силы влезть, потому что ты всегда будешь нарушать какие-то нравственные правила, чаще всего. И когда ты будешь рассказывать, ты будешь нарушать чью-то тайну, чье-то, так сказать, суверенное право на историю своей личности. Поэтому всякая документальная съемка это испытание и для создателей тоже. Испытание документалистикой. Друзья, к сожалению, мы вынуждены наши разговоры закончить, потому что время у нас ограничено, но у вас до 5 октября есть еще возможность в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в Новоуральске посетить 26-й открытый фестиваль документального кино «Россия», и мы вам отчасти завидуем, потому что вы эти фильмы еще не видели, те, что посмотрели уже наши эксперты. Но я надеюсь, что все-таки. Давайте их поблагодарим. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова